Объявляю открытым 20-е заседание Генеральной Ассамблеи. Генеральная Ассамблея заслушает выступление Раймонда Хайонеса, Президент Республики Латвия. Прошу сотрудника протокола сопроводить его превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций Раймонда Хайонеса, Президента Республики Латвия, предлагая ему выступить перед Генеральной Ассамблеей. Господин Председатель, Ваше Превосходительство, мы отмечаем 70 лет со дня основания ООН и 70 лет со дня окончания Второй мировой войны. Пришло время, чтобы все мы, по двери, итоги нашим достижениям, где мы допустили провалы, что еще остается сделать, чтобы создать более безопасный и лучший мир. В июле мы отмечали 75-ю годовщину после декларации о политике непризнания незаконной аннексии балтийских государств. Это политика касается того, что международные принципы, которые изменялись силой, неприемлемы. Твердая позиция международного сообщества в поддержку этих принципов – это вопрос для нас огромной важности, господин Председатель. После завершения в 45-м году в Сан-Франциско работы над Уставом ООН, он воплощает ключевые принципы работы международной системы. Однако зачастую международный порядок и международные принципы нарушались, и организация Объединенных Наций оказывалась не в состоянии предотвращать конфликт, выстраивать мир или не допускать зверств. Прошлые провалы должны служить уроками на будущее. Организация Объединенных Наций, особенно Совет Безопасности, должны иметь возможность осуществлять миссию, заложенную в Уставе, действуя с новым чувством ответственности. Пора идти вперед при осуществлении реформирования ООН и Совета Безопасности. Тут мы приветствуем усилия по оживлению переговоров по этому важному вопросу. Латвия поддерживает идею расширения Совета Безопасности по обеим категориям. Как минимум, одно непостоянное место должно быть дано группе восточноевропейских государств. Скорейшее действие Совета ООН в трудных ситуациях – это важный момент. Поддерживаем предложение ограничить право вето в Совете Безопасности в ситуации, когда речь идет о массовых зверствах, о расправах. Также мы поддерживаем идею о кодексе поведения членов Совета в плане того, чтобы никто не голосовал против действий, цель чего – покончить с массовыми расправами. Несколько раз, неоднократно, в последнее время Совет Безопасности оказывался не в состоянии принять своевременные решительные меры. Это возымело тяжелые последствия. Совет Безопасности фактически был заблокирован и не смог сыграть роль в деле пресечения агрессии России против Украины и обеспечить справедливость для жертв рейса 70-ти международный трибунал, который должен узнать, кто сбил этот гражданский авиалайнер. Трагина Украины унесла жизни тысяч людей и привела к страданиям миллионов невинных жертв. Россия должна прекратить все формы поддержки сепаратистов и использовать свое влияние, чтобы те соблюдали Минские соглашения. Полное осуществление Минского соглашения всеми сторонами абсолютно необходимо. Международное сообщество, включая Генеральную ассамблею ООН, поддерживает Украину и территориальную целостность страны. Незаконная аннексия Крыма и Севастополя России не будет признана. Особенно мы озабочены ухудшением социально-экономической ситуации, а также в области прав человека в Крыму. Особенно это коснулось крымских татар и этнических украинцев. Вместе с остальным международным сообществом Латвия и впредь будет поддерживать Украину и процесс реформ в стране с тем, чтобы усилить демократию, экономику и эффективность правительственных структур. Ужасный конфликт в Сирии вступил в свой пятый год. Конфликт породил гуманитарную катастрофу и привел к дестабилизации ситуации в целом регионе. Международное сообщество не должно бросить в беде народ Сирии и должно активно стремиться к политическому регулированию. Те, кто отвечает за применение в Сирии запрещенных международным сообществом химического оружия, должны быть выявлены и предстать перед ответственностью. Конфликт и хрупкость Сирии и Ираки привели к появлению Игилдаэши, к насительному экстремизму, который распространяется уже по всему миру. Необходимо предпринять согласованные международные действия с тем, чтобы разгромить это зло, и это является ключом к достижению прочного мира и стабильности в Сирии, Ираке и в регионе в целом. Латвия приветствует недавнее ядерное соглашение с Ираном. Полное бесперебойное осуществление совместного стороннего плана действия вот что теперь необходимо. Только тогда может измениться региональная динамика и привести к контактам, к сотрудничеству, а также к большей стабильности на Ближнем Востоке, чтобы это стало реальностью. Отрадно, что несмотря на все существующие проблемы, правительство Афганистана проявило приверженность делу демократического процесса. Устойчивый мир, стабильность в стране могут быть достигнуты только при постоянной решительной поддержке с афганской стороны и дальнейшей международной поддержке. Разрешение затянувшихся конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и в Нагорном Карабахе это вопросы, которые должны оставаться в международной повестке дня. Господин представитель роста миграции и страдающего от конфликтов в Ближневостоке и Африканских стран в Европу стало одной из величайших гуманитарных проблем нашего времени. Проблемы с миграцией также продолжаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на американских континентах. Помимо непосредственной гуманитарной реакции новые тенденции миграции и насильственного переселения требуют долгосрочных комплексных решений. Стабилизация политической, экономической, социальной ситуации в странах соседних с Европейским Союзом должно быть нашей конечной целью и в то же время нужно делать больший упор на разрешение первопричин роста незаконной миграции, включая меры усиления возможностей в деле предотвращения конфликтов. Латвия приветствует процесс обзора в ООН миротворчество, сотрудничество между ООН и региональными организациями принципиально важный момент для действенного выполнения миротворческих мандатов. Оперативные задачи должны эффективно синхронизироваться между всеми сторонами участниками. Европейский Союз является важным партнером Организации Объединенных Наций, как это было продемонстрировано Центральной Африканской Республике, Мали и других местах. Латвия представляет добровольные взносы в миротворческое дело ООН и намеренно впервые принять участие в миротворческой миссии ООН. Международная приверженность за делу защиты населения от преступлений расправ усилил значительно последние 10 лет. Латвия решительно поддерживает работу Международного уголовного суда, который является правовым органом в деле выполнения обязанности защищать, надеемся, на быструю активацию компальских поправок к Римскому статуту по преступлению агрессия. Господин председатель, в этом году Международное сообщество завершит два из наиболее важных международных процессов нашего времени. Мы только что утвердили очень смелую повестку дня в области развития на следующие 15 лет. цели устойчивого развития должны дать нам возможность произвести реальные изменения всем, чтобы покончить бедностью и обеспечить процветание и равенство для всех. При хорошо продуманной и целенаправной политике мы можем сделать это. Главное, однако, это то, что необходимо обеспечить участие и подчетность всех участников процесса на всех уровнях. Вот это и будет решающим моментом в успехе реализации ЦУР. Эти цели будут значительно усилены в утверждениях на Парижской конференции в рамках нового универсального соглашения по решению климатических изменений. Если мы не примем смелые действия по смягчению этих последствий, это будет неприемлемо. Любое промедление сделает адаптацию исключительно дорогостоящим делом, а может быть и нереальным. Латвия поддерживает идею о сокращении эмиссии парниковых газов. Также важно дать решительный сигнал инвесторам и предприятиям в отношении планов передвигаться к низко углеродному устойчивому перед климатическими факторами миру. Итак, Организация Объединенных Наций сыграла принципиально важную роль в деле улучшения экономического социального развития и прав человека для всех. Эти идеалы, эти ценности оказались безвременными и универсальными. Организация Объединенных Наций будет и впредь являться важным форумом поиска решений для решения будущих проблем через международные дискуссии, разъяснительную работу, создание банка знаний и накопление доверия. В авангарде этих вопросов это стремительный прогресс технологии, технологическое развитие, это источник прогресса, источник роста. И в то же самое время стремительное развитие технологии выявило значительные уязвимости и различные проблемы транснациональной и кросс-секторального характера. Страны сталкиваются с все большей проблемой по борьбе с киберугрозой, усилия против использования непоназначения новой технологии государственными или негосударственными субъектами. Должно быть сотрудничество, которое вестись должно на международном уровне с подключением всех участников процесса. Это будет процессом нелегким. Нам нужно добиться и закрепить верный баланс между обеспечением свободы выражения и открытыми инновациями в интернете, а также обеспечением такой ситуации, чтобы учитывались законные национальные вопросы, национальной безопасности. В этом году Генеральная Ассамблея ООН проведет обзоры результата входа осуществления Всемирного Саммита по информационному обществу последние 10 лет. Важно, чтобы этот обзорный процесс, где Латвия играет одну из лидирующих аллей, увенчался бы успехом и внес свой вклад в дело достижения общих целей организации объединенных наций, определенных в повестке дня по устойчивому развитию до 2030 года. Господин председатель, в следующем году мы должны будем избрать следующего генерального секретаря организации объединенных наций. Очень важно, чтобы процесс отбора был бы открытым и инклюзивным. Более того, настало время, чтобы группа восточноевропейских государств предложила своего лучшего кандидата на пост следующего генерального секретаря. Это единственная региональная группа государств, которая никогда не была представлена на этом посту. Господин председатель, народы наших стран хотят проживать в условиях безопасности, стабильности, процветания, где не существует ни конфликтов, ни голода, ни равенства. Для того, чтобы с успехом выполнить задачу осуществления новой повестки дня по развитию, все мы обязаны упорно трудиться, чтобы мир стал лучшим местом. Мы обязаны сделать так, чтобы дорога, ведущая в будущее, строилась бы на целях, заложенных 70 лет назад в уставе, которые остаются столь же актуальными сегодня, как и останутся актуальными в будущем. Спасибо. от имени Генеральной Ассамблеи я хочу поблагодарить президента Республики Латвия за выступление. Прошу делегатов оставаться на своих местах, пока мы проводим господин президента. здравствуйте. Здравствуйте. Возьмите